В Москве во второй раз за сутки протестную реакцию вызвала фотовыставка победителей конкурса «Прямой взгляд», проходящая в Московском Сахаровском центре. Работы выставки приостановлены после того, как в помещение центра пришли одетые в военную форму люди, назвавшиеся казаками и ополченцами Донбасса. Группу возглавил депутат округа Якиманка Дмитрий Захаров. Я хочу вручить директору этого заведения, эту банку с кровью детей Донбасса, чтобы объективно была показана ситуация, что вот те люди, которые там выставлены, они в том числе убивают детей. Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский назвал акт вандализма на фотовыставке ужасным симптомом разложения общества и государства. Атаки подверглись работы Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне на Украине. Вот той вот стороны, которая отсутствовала на этой выставке, в России выше крыш. Включи телевизор, там та сторона. Открой газеты, там та сторона. Поговори с ватниками на улице, там та сторона. Ну, появилась немножко другая сторона. Чего так печалиться? Чего истерить? Хотите другую сторону, организуйте свою выставку. Кто вам мешает? Накануне неизвестный залил краской из баллончика фотографии Васюковича и Лойко, на которых изображены солдаты украинского добровольческого батальона «Донбасс». Директор центра Сергей Лукашевский подчеркнул, что фотографии отражают прежде всего ужас войны и никак не превозносят изображенных на них людей. Субтитры создавал DimaTorzok